Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это заключительная часть моего Making-Op'а с заснеженным ландшафтом. В этой части я покажу, как рендерить атмосферу с разным освещением WebStorm. Приятного просмотра! Итак, чтобы конвертировать VDB-облако в геометрию с помощью V-Ray Volume Grid. Вам нужно перейти в настройки VDB-объекта, включить опцию Show Mesh в вкладке Preview. И конвертировать этот объект в Editable Mesh. Для этого достаточно назначить одноименный модификатор или через меню правой кнопки мыши выбрать Convert to Editable Mesh. В итоге Вы получите геометрию облака, которую можно рендерить в WebStorm. Тоже самое проделываем с остальными VDB-облаками. В итоге у Вас будет несколько облаков, из которых можно создать композицию для Вашего кадра. Теперь давайте настроим материал для этих облаков. Создаем обычный F-Storm материал. Сразу же Diffuse Level устанавливаем равный 0. И у R1 Refraction Color чисто белый. И чтобы облако было более объемным и реалистичным. Меняем цвет скеттеринга на чистый белый и пробуем отрендерить любой из облаков в сцене. Конечно же Вы обратите внимание, что результат получается не таким, как мы сразу ожидаем. Облако выглядит темным и неинтересным. Чтобы облако выглядело достаточно реалистичным, да и любые Volume Scatter эффекты рендерились как нужно. Вам сразу же необходимо увеличить значение параметра MaxDevth. Чем оно больше, тем лучше и качественнее результат Volume Scattering. Да, это немного увеличит время рендера, но в WebStorm Вы этого не почувствуете. Естественно, чтобы облако выглядело как нужно, необходимо еще настроить расстояние Volume Scattering в его материале. За это отвечает параметр Distance. Если Вам кажется, что оно слишком плотное, увеличивайте значение этого параметра и Вы сразу же заметите, как облако стало более живым. После того, как Вы довольны его настройками, строим композицию из облаков. Светл希т Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Затем выбираем солнце и экспериментируем с его настройками. Если туман вас сбивает с толку, вы можете временно включить Direct Light Kernel. Это ускорит процесс рендеринга или можно выключить атмосферу. Таким образом, будет гораздо удобнее настраивать положение солнца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда композиция готова, можно отрендерить результат и посмотреть, что получается. Для рендера таких изображений я использовал 10000 сэмплов. И экспериментировал со значением RateRashHall. Чтобы облака не были темными и не возникало никаких багов. Будьте осторожны с этим параметром. Слишком низкие значения могут привести к непредсказуемым результатам. Например, если сейчас поставить такое значение, то облака будут выглядеть как темное стекло. Не совсем реалистично. Дальние еще более-менее нормально рендерятся, а вот ближние не очень. Чтобы исправить этот баг, просто увеличиваем значение RateRashHall. В данном примере мне было достаточно 0,03. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok